А я с Паша. Здравствуй, Джеляль Заде. Я узнал, что ты здесь, и решил заглянуть. Надеюсь, у тебя всё в порядке? Да, Паша. Я готовлю к завтрашнему дню несколько важных документов. Ибрагим Паша сегодня принимал французского посла. Верно, Паша. Сиэла Форре опять что-то просит. Я могу посмотреть документы? Конечно, Паша. Джеляль Заде. Слушаю, Паша. Когда прошли эти переговоры? Это было давно, Паша. Когда Повелитель в Манису уезжал. А что-то не так? Нет. Сделай мне копию этого документа. Конечно, Паша. Повелитель уже посмотрел эти документы? Джеляль Заде говорит, что он их не видел. Значит, Повелителю ничего об этом не известно, госпожа. А я с Паша. Ты молодец. Похоже, я в тебе не ошиблась. Ты меня не подвёл. Вы очень добры, госпожа. Жду ваших приказаний. Ибрагим Паша считает себя не иначе, как орлом, а меня, глупым голубем. Убеждён, что я настолько слаба и беззащитна, что он может разорвать меня на мелкие клочки. Но, допустим, я и вправду голубь. Как мне тогда с сильным орлом справиться? А я принесу новость. А, на сухофенди. Сегодня вечером я у себя во дворце устраиваю эфтар для государственных мужей. Приходи и ты на праздничный ужин. Почту за честь, Паша. Паша Хазритлери. Добро пожаловать, Кадиль Фенди. Спасибо, Паша Хазритлери. Я пришёл к повелителю по вопросу поставки в столицу баранов. Да, пойдём к повелителю вместе. Эбусут Эфенди, я благодарю тебя за то, что ты принял в отношении меня столь верное решение. Не, но простите, это решение с вами никак не связано, Паша Хазритлери. Оно продиктовано лишь вашей высокой должности. Да. Повелитель. Здравствуй, я с Паша, ты пришёл один. Кадиль Фенди ещё не появился. Я посмел побеспокоить вас по другому поводу. Говори. Повелитель. Вчера я не смог присутствовать на переговорах Ибрагима Паши и французского посла, поэтому я просмотрел протоколы переговоров, и мне попались записи с предыдущих встреч. Когда вы ездили в Манису к шахзаде Мустафе Хазритлери, тут прошла одна встреча. Я знаю, Ибрагим Паша мне об этом докладывал. В таком случае вам известно, о чём шёл разговор? Говори яснее, Паша. Повелитель, я посмею предложить вам прочесть протокол. Хочешь сказать, что будь у тебя такая возможность, ты бы меня уничтожил? Паша Хазритлери, не пойму, о чём вы говорите. Ты вынес такой вердикт, чтобы угодить повелителю. Гоняешься за должностями? Нашёл способ возвыситься? Паша Хазритлери, для меня правосудие куда важнее должностей. Я перед Великим Аллахом держу ответ, и вознаграждать меня будет Всевышний. Правосудие? И потому ты покрываешь грехи своего непутёвого сына? Будь это не твой сын, а кого-то другого, ты бы приколотил его гвоздями за уши. Правосудие. Ты ещё не понял, что это я, правосудие. Здесь всё зависит от меня. Ты считал, что сможешь принять решение, отличное от моего? Что ж ты убедился. Повелитель на моей стороне. Решением совета он даже защищает меня от себя, и мне никто не может причинить зло. Остерегайтесь самого себя, Паша Хазритлери. Я знаю, есть такие люди, что наносят себе наибольший вред. Ты говоришь о своём сыне? Жди здесь, я доложу о тебе повелечебном. Самым хищным из зверей является лев. Его приручают не силой, а умом. Льва укращают, соблазняя любимой едой, а потом это становится для зверя привычкой. Его господин держит палку. Не только, чтобы хищник боялся, но и ради того, чтобы защититься, если возникнет какая-либо опасность. Никто другой не посмеет кормить этого льва. Давать хищнику пищу может лишь человек, к которому зверь привык. Львы — это повелители, месье. А укротители — визири, понимаете? Правитель Османской империи — это лев. И моя задача — воспитывать великого падишаха, моего повелителя, воздействуя жезлом истины и правосудия. Я управляю этой великой империей. Все здесь зависит от моего решения. Даже те приказы, что отдает великий повелитель, никогда не будут исполнены без моего одобрения. Повелитель. Ибрагим Паша Хазратлери пожаловал. Повелитель. Повелитель. Кадди и Финди пришел, чтобы отчитаться по вопросу, связанному с поставкой мяса. Я и сам изучил этот вопрос. Как оказалось, молдавский князь, баранов которых должен был прислать, продал в Польшу. Но думаю, что здесь дело не только в Дании. По всей вероятности, князь вступил в сговор с Франциском и Карлом. Повелитель. Повелитель, все в порядке? Не теперь, Ибрагим. Не теперь. Слушаюсь. Повелитель, этим вечером я в свой дворец приглашаю государственных мужей на вечернюю трапезу. Если вы окажете честь своим визитам, я буду счастлив. Я приеду, Ибрагим. 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 Редактор субтитров А.Семкин